Ролевую игру Ну минут на 5-6 В чем это будет? Здесь у нас сидят папы и мамы Ваш возраст 40-45 до 50 Вы прочитали в этом учебнике, в домашних заданиях Какие ваши интересы, ваши цели, ваши задачи, ваши страхи, ваши озабоченности А здесь сидит ваша дочка одна Она просто в четырех лицах сидит Но она будет говорить одним голосом Здесь бабушка и дедушка, они арбитры Когда ситуация зайдет до края, тогда они обратятся к ним И я, так сказать, сбоку наблюдаю за всем этим процессом Итак, представьте себе такую ситуацию В субботу вечер Вы, конечно же, готовитесь к служению Душа ваша настроена, на воскресенье пойдете Ваша дочка тоже ходит в церковь Молодая, симпатичная, 18-20, 22, может быть Вот, ну так же и мир влечет Так же есть и другие интересы Ей хочется пообщаться И вот она говорит в субботу Мама, я пошла Что вы говорите? Или папа, я пошел Родители, пока Да, да Вы вместе сейчас, в течение одной минуты Принимаете решение, какую фразу вы ответите А вы думаете, что она ответит И что вы ей на это ответите Вы знаете, какие цели, задачи, интересы у этого возраста, да? Действуйте так, соответственно, как было описано Так, кто? Давайте я Озвучивайте Дочку мне На кого смотреть Так, слушайте, озвучивайте ваш ответ Ну, мы бы спросили, прежде всего Доченька, а куда ты собираешься пойти? Дочка, куда собираешься пойти? Да, так практично, с любовью Куда? Может быть у вас были какие-то интересы Может вам их надо скрыть Слишком не идеализируете так это самое Потому что не всегда бывает прям доченька И не всегда с друзьями Давайте коротко Куда пошла? Коротко Допустим, на него там не навалюсь сразу Вот мне вот интересно Ваш ответ коротко Я говорю, доченька, не можешь ли ты собираешься пойти? Надо, мама Надо, надо Без папы не обойтись Ваш ответ Готовы? Что значит надо? Конкретно, куда идешь? Я думаю, что в этой ситуации еще нужно не просто сказать Так грубо Что значит надо А нужно объяснить, почему тебя это так волнует и интересует То есть объяснить Он не думает, что ему нужно объяснить Он сказал то, что ему надо И все Он не думает, что тебе нужно объяснить Да, он такой Он такой Кому надо? Ну, ваш ответ Ваш ответ Папуля, мы идем гулять С друзьми Так Шар на вашей стороне Коротко ясно озвучивайте Это общепринятый ответ Так А что за друзья? Опять Верка из третьего подъезда? Так Замечательно Да, Верка Ну и что А что ты имеешь против нее? Что она тебе сделала плохого? Так Ну, я могу Ну, ничего Это уже конкретно Так, ладно Можно, да Ну, допустим Я так отвечаю Ну, вообще-то она мне ничего плохого не сделала Ну, вот Мне в Верке кое-что не нравится Что мне нравится? Дотенька Не яйца, наверное, на тебя Это плохо Да Да Каким образом? Губы ярко красит Модно Так Модно Красота Ну, насчет губ я вообще-то пошутила, доченька Сразу я Сразу же Зайдите Зайдите, да? Вот Мне вот Мне нравится, например, Веркин друг Это уже твой Это уже твой Я Верка это верующий или нет? Нет, видимо, неверующий Верка Верка, я думаю, неверующий Но вы это тоже не говорили, да? Она дурно влияет И одевается не скромно И ты в ней учишься Вон, куда идешь с такой юбкой Так, дальше У нас как будто вся верующая молодежь прям такая идеальная Скажем, мы вам Ольга тоже так одевается Она дочь пастора Дочка пастора Звоним пастору Разбираемся теперь с пастором, да? И до скольки вы там собираетесь время проводить, куда вы идете? Магически Ведь завтра же в церковь собираться Вот оттуда сразу пойдем Спасибо И юбки не переоденете Бабушка принесет Свою Я думаю, это была вот дискуссия такая очень характерная для нашего общества, в наше время, да? Вот со стороны, как вы думаете, прозвучали какие-нибудь, ну, серьезные аргументы какие-нибудь? С той или другой стороны? Никаких Мало, мало прозвучало, да Если да, мало Потому что все-таки не конкретный был разговор у родителей с детьми Дети-то нормально, они сейчас дети-то, они именно такие и есть На самом деле, как вот Ирина представила, вот, и другие девушки А родители не конкретно, они сами потерялись в вопросах Сами не знают, какую цель они преследуют в вопросах с детьми И они не обозначили достаточно Озабоченности свои как-то высказали А вот цели до конца мы так и не услышали Да, в воспитательной форме мы там не присутствовали нисколько То есть конкретности, допустим, скажем, со стороны отца Или там, любовь и беспокойство Ну, любовь все-таки была, я думаю, чувство любви вот так вот, доченька и так далее Любовь, она не покорствует зло Ну да А любовь, это не конкретная любовь, которая совершенно ничем не обозначена А почему, а как? Ну, на самом деле, в жизни оно так и есть Вот действительно, вот прям вот так вот сразу в одном сюжете Ну вот, я думаю, Ирина, как мать, тоже скажет Что вот ситуации такие, что действительно родитель может оказаться вот как бы, ну Неконкретным Да, застегнутым врасплох и тому подобное А что ты ей скажешь? Вот собирается она, ну что прям А что мы, что как родители, что вы хотели бы донести? Ладно, сейчас уже игра закончилась Вот, вот, она просто отбивалась И вы отбивались А что бы вы хотели конкретно донести? Ну, например, вот насчет ночевки Я бы, конечно, вопрос поставила ребром Где, у кого и с кем и вообще Ну как, действительно Почему? Ведь она скажет, я христианка, я взрослая Не, ну понятное дело, что христианка Ну, по крайней мере, я бы уточнила Где будет ночевать ребенок Как это? Вот, допустим, как бы вы Если у христиан Да, если у христианской семьи Это еще Куда можно позвонить, чтобы это узнать? Если она хочет Ну, это Позвонить У семьи позвонить А я думаю Знаете, все на самом деле очень-очень сложно Война Что за семья? Когда родители сами к Богу пришли Или они уже некоторое поколение верующие Это большая разница Потому что ребенок, допустим, в 20 лет Эти родители верующие, допустим, пришли уже в среднем возрасте Это уже успели кое-чему научить 20 лет Но упущен-то огромный кусок То, что когда было заложено И теперь это нужно восполнить Не за 10 минут до отхода Когда она уже собирается Ты видишь, что она уже не так оделась Глаза не так смотрят Она побежала И успеть вот тут всю догматику ей вставить И что где кончается грех, где он начинается Ты не можешь разобраться Это надо было делать Это было раньше Раньше Поэтому я понимаю, что этим родителям тяжело И все присутствует вместе И беспокойство, и любовь, и ответственность И тут надо дать Поэтому каждый тут уже выбирает Терпением, любовью Насколько может себя посвятить детям Как он занят Тут родителям придется многим жертвовать Потому что все работают Времени мало И другая сторона Когда, допустим, ребенок родился в верующей семье Там уже азы вкладывают Вот когда он поперек лавки лежит Я сама чувствую эту разницу Потому что у нас, допустим, старшая дочь Были 5 лет упущены Когда мы пришли к Богу Ей было 4-5 И я вижу других детей Когда они были уже рождены Когда мы были верующими Это уже другая И последние Когда он у нас уже Вот в зрелом возрасте Ну это совсем Ну можно сказать Со знаком качества ребенок Просто я вижу, что на этапе Когда мы зрелые Когда мы Как мы в Боге Вкладываем детей И что с ними получается Ну вот На нашей жизни Это просто вот Очень сильно заметно Поэтому тут нужно Как я пришла к выводу Что вот старшей Уделять больше Любви, внимания, заботы Больше Хотя я раньше думала Что ну уже понимает Должна догонять Ничего подобного Больше с той времени проводить Потому что Эти уже что-то впитали Вхватили Мы уже передали И уже они видели от нас Ну это вот Такие мои заметки Что я замечаю Нам не безразлично Современная церковь И у нас есть Что ей предложить Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Еще один из подходов Может быть Стоит больше Занять В американских семьях Христианских У них это Одна из самых Больших озабоченностей Чтобы детям передать То что было и у них Передать это трудно Потому что Опыт жизни не тот Опыт жизни Должен каждый человек Находить сам в себе И Я слышал замечательную проповедь Джон Максвелл Говорил о том что И в Библии это заметно Что Допустим был Давид Он говорит Вот стул Вот он здесь сидел Сердце полностью Преданное Господу Потом у него был сын Соломон Половина сердца Предана Господу И потом У Соломона сын Еще Рава Или Рава И у него вообще сердце Не предано Господу Такая динамика Часть то получается Что делать так Чтобы и у него было сердце Полностью предано Господу И у него Это посвящение должно быть И об этом мы можем говорить И А если Когда молодой человек Или он или она В 17 18 19 20 лет Полны энергии Полны сил Им хочется жить Перед ним открывается Вся эта жизнь Некоторые говорят Надо их загрузить Чтобы у них сил Не оставалось На что-то еще Может Это работать Я думаю Это работает И помогать так И они держат их На коротком Финансовом На небольшом уровне Хотя могли бы дать Гораздо больше Они знают Что они С большим Сделают что-то не то Чтобы они Учились И работали И подрабатывали Чтобы сил не хватило На что-то еще Другое еще Когда собираются Взрослые на занятия Если у них есть дети Часто организуют Какую-то нянечку Которая в определенной комнате С детьми занимается Нянечки могут применять Разный подход Или она Или он Старается их Как-то успокоить Посадить Чтобы они не бегали Не разрушили За эти полтора часа Всю комнату Или она Или он Старается их Занять чем-то интересным Какой-то игрой Каким-то общим делом И тогда не надо Заботиться о том Чтобы они не бегали Не прыгали Не разрушали стены Какой метод Более эффективный Второй Заинтересовать Занять Хоть этот возраст Хоть дальше Когда вот в этом возрасте У них Если даст Бог Заложены интересы Важные Хорошие интересы Не просто так вот Пустота Надо как-то провести Время с удовольствием И тогда Есть больше надежды Что они дальше Будут развиваться В нужном направлении Я наблюдаю За разными детьми Смотрю Как вот один Паренек любил астрономию С детства Увлекался Занимался И дальше И он пошел дальше По астрономии Если Как есть такая пословица По-моему римская Что Дождевая капля Точит камень Не силой А чистотой падения Если все время В одно место Капает вода То потом И камень разрушается Если человек Есть увлечение Какой-то интерес Зародился Он может идти дальше По этому увлечению И он не будет Разрушать Самого себя Своими Необузнанными Интересами И так далее Сложный этот вопрос Он был сложным И он останется Сюда сложным Но надо В церкви думать О том Что можно делать При этом Если вы изучали А молодежь У нас будет После Там такое понятие Как конформизм Который может быть Негативным Может быть И позитивным Если Конформизм И стремление Быть похожим На других Вы наверное Видели подростков 17-16 лет Которые В одинаковых Курточках Штанишках И шапочках Где-то идут Куда-то Стремятся Несутся Они все Одинаковые Им от этого Хорошо Если Это Если Это Банда То Они Бандой Будут делать Бандитские Дела А если Они стараются Походить На какого-то Лидера Которого Они видят Старшего Брата Молодежного Руководителя Церкви Тогда Они будут Следовать За ним И тогда Вот этот Сложнейший Период Когда Бушуют Эмоции И в то же Время Надо Выбирать И спутника Жизни И Кем ты Будешь В жизни Тогда Они Пройдут Этот Бурный Период В своей Жизни С победой А не С поражением Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...